За сутки в зоне АТО погиб один украинский военный. На Луганском направлении боевики один раз из миномета обстреляли позиции украинских войск. На Донецком участке было 10 провокаций. Тяжелых вооружений при этом противник не применял. На Мариуповском направлении оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня. В двух эпизодах применялись запрещенные вооружения. В будущем году Франция рекордно увеличит оборонный бюджет. По словам президента страны Эммануэля Макрона, это будет рекордное за последние десятилетие увеличение. Повышение будет происходить ежегодно вплоть до 2020 года. Такое решение власти Франции приняли для достижения расходов на оборону на уровне 2% ВВП к 2025 году. Ранее этого требовал президент США Дональд Трамп и ряд стран НАТО, уже достигших этого показателя. Супруга президента Турции Эмман Эрдоган и его сын Билал посетили лагерь беженцев Кутапалонг в Бангладеш. Здесь от преследований со стороны меманских военных укрылись сотни мусульман Рахинджа. Насилие разгорело в штате Ракхайн 25 августа, когда боевики напали на полицейские блокпосты. В последующих столкновениях погибли не менее 400 человек. Спасаясь от преследований, тысячи Рахинджа бегут в соседний Бангладеш. «Мы знаем, что Рахинджа – законные жители Ракхайна, и надеемся, что их проблема будет решена на долгие годы. Нам хочется, чтобы отчёт комиссии по проблемам Рахинджа появился как можно скорее. И страдания этих людей прекратились». Президент Раджепта и Пардоган резко критикуют отношения власти Мьянмы к мусульманам Рахинджа, которых, по его мнению, подвергают геноциду. 5 сентября он по телефону провёл переговоры с главой МИД Мьянмы Аун Сан Суджи. Политики обсудили положение Рахинджа и возможность доставки гуманитарной помощи в штат Рахайн. Турция намерена привезти в пострадавший регион тысячу тонн продовольствия, медикаментов и одежды. А это индийский город Хайдар-Абат. Здесь также укрываются от преследований мусульмане Рахинджа. Они не захотели остаться в Бангладеш и бежали в Индию. Однако индийское правительство решило отправить их обратно в Мьянму. Беженцы говорят, тогда лучше умери сразу здесь. «У нас много трудностей. Индийское правительство говорит нам уходить. Убейте нас, но мы не уйдём. Что же нам делать? Здесь хотя бы мир. Мы можем заработать на еду. Здесь тяжело, но в Мьянме нас убьют. Они разрушают наши дома, и мы остаёмся ни с чем». За последние две недели вооружённого конфликта в Рахайне мьянманско-бангландарскую границу пересекли более 120 тысяч человек. Власти Мьянмы не дают гражданство мусульманам Рахинджа, считая их нерегальными эмигрантами из Бангладеш. Конфликт обострился в октябре прошлого года. Тогда боевики также напали на полицейские блокпосты в Рахайне и убили девять правоохранителей. После этого мьянманские военные начали антитеррористическую кампанию. С тех пор из Мьянмы в общей сложности бежали более 200 тысяч мусульман. Мьянманские власти, в свою очередь, призывают Рахинджа к сотрудничеству и просят помочь найти тех, кто убил полицейских. Министры иностранных дел ДиЭС прибыли на неформальный саммит в Таллинн, где обсудили безопасность в Европе, ситуацию на Ближнем Востоке и другие проблемы. При этом один из главных вопросов – санкции в отношении Северной Кореи. Верховный представитель ДиЭС по иностранным делам Федерико Маггерини ранее призвала ужесточить меры в отношении Пьяняна в связи с его недавним шестым ядерным испытанием. Министры поддержали призыв Маггерини. «Если в Северной Корее будут ядерные баллистические ракеты, а они скоро появятся, то безопасность Европы тоже будет под угрозой. Поэтому очень важно, чтобы мы сегодня выработали очень чёткую позицию в отношении КНДР, и чтобы ЕС определился с санкциями. Если одна страна будет создавать ядерное оружие, к сожалению, другие попытаются делать то же самое. Тогда наши дети и внуки будут расти в очень опасном мире. Хорошо, что ЕС обсуждает этот вопрос и пытается выработать общую позицию, в частности, что касается ужесточения санкций». Неформальный саммит также включил встречу министров обороны ЕС. Её посетили Федерико Маггерини и генеральный секретарь НАТО Йонс Толтенберг. В рамках встречи прошли стратегические киберучения, которые призваны укрепить безопасность виртуального пространства блока. Количество жертв мощного землетрясения в Мексике возросло до 15 человек. Напомним, подземные толчки сотрясли страну утром в пятницу. Их сила достигла 8,2 балла. Эксперты называют это землетрясение самым сильным за 32 года. В 1985-м землетрясение разрушило город Мехико и повлекло за собой тысячи жертв. Однако на этот раз таких сильных разрушений не произошло. Туристам, не привыкшим к подземным толчкам, пришлось изрядно попереживать. «Я очень испугалась. Мой номер на 20 этаже, и всё выглядело очень серьёзно. Но мы не переставали молиться. Также было много общественных оповещений. Люди объединялись и помогали друг другу, успокаивали друг друга. Никто не пытался пройтись по головам. Мы взялись за руки, и нам показали, где здесь выход». Тем не менее, разрушены немало зданий, особенно на юге страны. Окрестности столицы остались без света. Международному аэропорту Мехико выбило стёкла. Эпицентр находился в 90 километрах от города Пихих-Япан в штате Чьяпас. Очаг залегал на глубине в 33 километра. За землетрясением последовал авторшок силой в 5,7 балла. Информация о пострадавших и разрушениях продолжает поступать. Около 10 погибших и масштабные разрушения оставил после себя ураган Ирма на островах Карибского бассейна. Специалисты называют его самым мощным в Атлантике за столетие. Наибольшие разрушения наблюдаются на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, заморских территориях Франции. Там разрушено около 90% строений. На Сен-Мартене погибло не менее 4 человек. По словам французского министра внутренних дел, число жертв может возрасти. «Вчера сила ветра была колоссальной. Конечно, если не обнаружат больше погибших, то всё не так плохо, как мы думали. Это большая трагедия для острова. Люди потеряли всё. Нам нужно будет всё восстанавливать». А это любительские кадры Сен-Бартелеми. До прихода Ирмы это был уютный курортный остров с живописными пляжами. Утром в четверг Ирма вскользь задела Пуэрто-Рико, территорию, которая находится под управлением США. Там сообщается о троих погибших. Кроме того, 70% острова остались без света. Это около миллиона человек. Впрочем, глаз урагана через Пуэрто-Рико не прошёл, поэтому разрушений, таких как на Сен-Мартене, не наблюдается. А такую картину оставила после себя Ирма в Антигуа и Барбуде. Премьер-министр крошечного государства сказал, что острова теперь непригодны для жизни. «Должен признать, что у меня плохие новости после того, как я вечером совершил поездку по Барбуде. То, что я увидел душераздирающе – это полное разрушение. На самом деле, если учитывать размер населения, то разрушения на Барбуде беспрецедентные». А вот так выглядит Ирма с орбиты Земли. Урагану была присвоена наивысшая пятая категория. Скорость ветра в эпицентре достигает 300 км в час. Как ожидается, в субботу или воскресенье Ирма достигнет Американского побережья в районе Флориды. Там уже началась массовая эвакуация. Принятие пенсионной реформы позволит увеличить на 4 миллиона количество плательщиков единого социального взноса. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопроса к правительству в Верховной Раде. Также он заявил, что достижение бездефицитности пенсионного фонда за 70 лет станет возможным в том числе благодаря увеличению поступлений по единому социальному взносу. Рева подчеркнул, что нужно в корне менять систему, а единовременное повышение пенсии ничего не решит. На Солнце произошла третья мощная вспышка, которая относится к классу Х. Это уже третий мощный взрыв за последние три дня, которому присвоен высший класс активности. Сейчас на Земле происходит магнитная буря, сила которой достигает 4 баллов по 5-бальной шкале, что превышает предсказанные значения. В Канаде, которая на данный момент находится на ночной стороне Земли, наблюдаются сильные полярные сияния. Концепцию видения автомобилей будущего представила британская компания на фестивале Jaguar Land Rover TechFest в Лондоне. При этом производитель не забыл о любителях ретро-машин. Отныне классический ростер Jaguar и Type-Zero впервые сошедшись конвейера в 1968-м можно будет приобрести с электромотором. Под его капотом разместили аккумуляторную батарею емкостью 40 кВт-час. До сотни и Type-Zero разгоняется примерно за 5,5 секунд. Мы учитываем две разные тенденции. Во-первых, это охрана окружающей среды. В будущем во многих регионах могут запретить бензиновые двигатели, и будет грустно больше не видеть таких машин. Во-вторых, есть очень много поклонников классических автомобилей. Возможно, не каждому любителю ретро-машин понравится такая метаморфоза силовой установки. Тогда можно будет купить автомобиль с обычным двигателем внутреннего сгорания. По мнению экспертов, важно, что появилась альтернатива. Думаю, консерваторы скажут, что надо отстаивать бензиновые двигатели. Но появятся города, где запретят выбросы, и тогда человек сможет ездить на экологичном e-Type, который в то же время остается классикой. А вот таким в представлении Jaguar Land Rover станет автомобиль в 2040 году. Электрический концепт Jaguar Future Type будет полностью самоуправляемым. При этом покупать его не придется. Машины станут прокатными. Клиентам достаточно приобрести умный руль Seyer, с помощью которого они смогут взаимодействовать с машиной. Мы стоим на пороге самой захватывающей революции в истории автомобилей. У нас есть идеи, способные облегчить и изменить жизнь. Но это потребует от всех нас мудрого решения, которое невозможно принять в одиночку». Британский производитель представил и более приближенный к реальности концепт. Электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Это первый электрокар компании. В продажу поступит во второй половине следующего года. На живописных снежных склонах Новой Зеландии прошли лыжные гонки. Рядом с Ванакой для участников подготовили две дистанции – 10-километровую для мужчин и 5-километровую для женщин. Спортсмены преодолевали крутые подъемы и спуски. Гонка осложнялась туманом. Среди мужчин победителем стал американец Бенджамин Люсгартен. Он преодолел дистанцию за 27 минут и 35 секунд. «Условия были отличные. Вчера ночью выпал свежий снег, но, думаю, дистанция была по-настоящему сложной. Пять километров крутых и коротких подъемов утомили меня. Я снизил темп на третьем круге, но все же стремился к победе. И на последнем этапе мне пришлось здорово постараться». Вторым пришел японский спортсмен Каити Наруса, который отстал от лидера всего на 9 секунд. Третье место занял лыжник из США Брайан Грэг. Его результат – 28 минут и 44 секунды. Женскую гонку выиграла также американская спортсменка Джесси Диггинс. Пятикилометровую дистанцию она преодолела за 14 минут 53 секунды. «Трасса была довольно тяжелой, но условия замечательными, поскольку вчера выпало много снега, а специалисты быстро отутюжили трассу. Так что у нас все прошло отлично». Среди женщин второе место заняла австралийка Барбара Джазерсяк, уступив победительнице 10 секунд. На третьем месте также американка Софи Колдвелл. Она отстала от австралийской спортсменки на секунду. Всего в соревнованиях участвовали примерно 50 от лыжников из разных стран мира.